Сенат хочет проводить допросы, ну пусть пробует кого-то допрашивать. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. То есть мы позволим сейчас действительно допросить членов наших семей, но не будем объявлять войну. Мы пока не планируем, Карфаген, объявлять войну. Позволим этому Ганнибалу на минималках пройти. Можно ему, конечно, еще оставить этих мятежников. А он так-то и идет, но с другой стороны он пройдет вот здесь, скорее всего. Он, скорее всего, сможет проскочить и все. А если мы сейчас ударим? Во! Уже они путь ему должны преградить. Пусть, посмотрим. В любом случае, если он мятежников разобьет, то потеряет кого-то из своего состава. Это уже хорошо. А здесь мы можем попробовать перебросить... Это все хорошо. Это прям замечательно. Угу, это очень хорошо. Ой, прям... Слушай, это великолепно, да? Тут еще одного бойца на всякий случай берем. А этих всех уже отправляем... В Британию. Где их трусливый предводитель предпочел просто умереть? Не в бою. Так, мы можем осаждать. Как раз тут подкрепление, если что, подойдет. Можем этих отправить на переобучение с другой стороны. Из Лондине прислать подкрепление. Ну, чтобы взять, если что, автобоем. Там более чем достаточно у них бойцов, по идее. А этих всех потрепанных отправим домой. Сюда. Восполнять потери. Может, оставим их охранять. Пусть ничего не делают. О, вот здесь предлагаю... Но правитель хороший. Я предлагаю отправить воевать капитана. А пусть... Попытает счастье. По идее, здесь еще и собак с кавалерии я могу переобучить, поэтому собак тоже отправляем. Хотя один отряд можем оставить вот так. А еще вот здесь у нас... Во! Ну, ради одного бойца какого-то... Такие армии собираем. Ну, шо поделать? Так, следи, следи за ними. Им доверять нельзя. В любом случае, кстати говоря, на границе с Сенатом... Ну, они войну-то сейчас нам не объявят. Но собирать стэк нужно. И не только из-за потенциально возможной войны с самим Римом. А еще потому, что... Ну, если в... Ой, чё-чё-чё-чё такое? Чё-чё за подвис? О-о-о-о... А игра-то вылетела! И автосохранение нет. Ну, надо периодически все-таки сохраняться здесь. Можем заодно вот этих ребят отправить в Лондини сразу. А, из Лондиния. Соберем всех. Так, проще, наверное, сделать следующим образом. Раз-раз. А у тебя тоже можно отправить. Осаждай. Такой стэк могут и попытаться... Сломать... Мятежничку. Нанимай. Так, чё я сделал? Надо ж не забыть теперь повторить. И причем пропустить... Повторить. Тоже как ни вариант. Могу чё-то забыть и или не туда походить. Вот как сейчас, например, уже не высадился. Ладно. Вся наша жизнь пошла иначе. Не сказать, что по наклонной, но иначе. Подкрепление здесь я отправлял. Так, здесь мы объединяли. Приказы! Император! Раз. Вышли. Собак объединял. Собаки объединяйки. Господин! Император! Вперед! Вперед! Полководец! Вперед! 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 Отлично! На всякий случай сейчас, наверное, все-таки нужно быстрое сохранение использовать. Ну, пока прецедент такой был. Вспоминаешь, сохраняйся, как говорится, да? Вспоминая, сохраняйся. Так, лучники. Так вот, этот стык, если что собирать, нужно в любом случае, ну, как быстрого реагирования для безврежения того же Карфагена, если он что-либо попытается сделать. Ухожу из армии! Все на берег! Да, мой поведенец! Император! Покидай войска! Вперед! Император! Уходим! Построить башню! Дипломат у нас играет сейчас роль разведчика. Есть ли никого серьезного? Ну, лидер фракции, в принципе... Приказы! Ничего такого стоящего. В этом регионе есть наемники? Наемников, к сожалению, нет. Поэтому, в любом случае, нужно ждать своих. Поэтому можно вышки возвести. Вот тут я вышки еще как раз возводить должен. Разведка. Разведка докладывает. Ну и нападать на греков. Император! Император! Вперед! Император! Здесь все хорошо. Отлично! Нападай! Разбивать сейчас будем тебя. Тут можно было этих объединить только, конечно. Сейчас, ну ладно. Сражайся. Сейчас сломаем хребет мерзавцу, которому обещали это сделать еще раньше. Потому что он не хотел продаваться. Не под кухоной, якобы. Есть много дорог, идущих к победе. Дорога, по которой сегодня пойдем мы, будет усыпана черепами. Помните это и забудьте о жалости. Сегодня мы сразимся с этими лживыми, переломными, нестойщими доверия греками. Остерегайтесь греков. Когда они побеждают, то не знают жалости. И вот что должно вселить в вас мужество. Враги настолько отвратительны, что не нашли ни одного союзника, готового поддержать их. Их загнали на полевое, как скот на бойню. У нас гораздо больше воинов, чем у них. Так что если мы не будем сражаться, как старухи или как идиоты, победа будет за нами. Много раз мне приходилось сражаться с этими людьми. И много раз я одерживал победу. Сегодня, когда мы победим, это будет не только моя, но и ваша победа. Займемся нашим кровавым делом. Занимательно видели, там белые ночи были. С файкелами стояли, то есть как для ночного сражения. Так, здесь высота. Скорее всего займут вот эту высоту наши враги, к сожалению. Так, гастаты все, идите сюда. Высоту надо будет брать, наверное, вот так. Придется от нее избавляться. Лучников всех давайте поместим на фланг. Всех лучников на фланг. Застрелы их прикроют. Так, по мелочи. Кавалерию можно тоже оставить на фланге прикрывать. А вам, наверное, надо все-таки зазор делать. Сейчас будет приличное количество. Хотя, ну, большой зазор я сделал. Прям растянул. Принципы раз. У нас принципов, ну, идеально, кстати. Не подбивал по количеству, но получилось так, что... Прям первые, вторые ряды идеальненько стали. Можем лучников оставить в таком порядке. Даже наемников впереди. Пусть оно все. Как получилось, так и будет. Да, высоту, естественно. Но это было предсказуемо. Хотя у меня были определенные подозрения, что искусственный интеллект мог вот сюда еще поставить. Но он не любит, когда другой холм рядышком. И, соответственно, у нас высота вроде даже больше. А здесь она практически нивелируется. Он занимает там, где... Конечно же, это будет играть большее значение. Кавалерию убивать надо. Для начала сейчас займем более удобную позицию. А, подождите, лучники, 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 лучники. Без огонька, пожалуйста, пока что. Пока без огонька. Тяжелые. Должны побежать. Тут огромное количество пиломов сейчас, стрел. Побежали. Отлично. Лучники, дать залп. Спину им. Пока что добивать просто неудобно, поэтому придется лучниками орудовать. Отступаем назад. Отступаем назад. Выстраиваемся в коридор. А, убегают. Ай, шикарно. Сейчас, конечно, можно попробовать... Ух ты, полководец! Тут надо бросать в любом случае сейчас кавалерию. отступаем добивай 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 ту пути по тупо один несчастный полководец сейчас сделает очень многое переключить сюда генеральской охране позволяем сейчас наших лучников гонять ну что другого шанса пока расправиться с ним нет достойными бойцами на блог белых ночах начинать чтобы уютнее весять чувствовали сейчас хотя бы его убили усиливайте давление чтобы сломить мужество всей армии вражеский полководец убит и сейчас его люди боятся настало время форсировать атаку вперед 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 там всадники должны наши опрокинуть все-таки его ополченца нет ты сюда давай 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 ухты ёлки-палки прям в лоб ну вот не надо ну ладно уже пофигу уже в принципе тут их опрокинули сломали потери есть самым не солдаты они просто кавалерия очень хорошо ломает строй кавалерия разбила наших принципов и час частично придется на переобучение отправлять но у нас есть замены есть резерв самое главное мы его убили этого мерзкого лидером к сожалению не целой фракции я бы сейчас не отказался чтобы они исчезли потому что тут вот еще стэхи фигурируют и пока проще не станет вы объединитесь вы тоже объединить здесь четверых я потом отправлю даже на переобучение можем вот этих выдвинуть вперед хотя не всех не всех не всех не всех те двое только подошли нам нужно кого-то отправить осаждать этот город но такой компании вряд ли это получится четверых даже если вот этих бойцов городской стражи назначим этого будет мало в любом случае перебрасывать еще отсюда бойцов мы можем переобучить перебросить можем еще и нанять новичков но честно говоря не хотелось бы я думал уже такой небольшой резерв собирать ладно песню пес ним здесь все есть здесь передвинулись в британии у нас уже компания заканчивается и можно сдавать хоть один грех продастся ну по-любому есть продажные греки тут кстати этих не переназначил какой дорогой идти верный или неверный еще один член семьи нарисовывается я вижу и не он не возглавляет большую армию можем попытаться как раз его перекупить господин жду вашего приказа эх не зарабатываешь ты нормально совершеннолетие где гней юлий здесь он может и обучиться чему-нибудь хорошему с другой стороны можем его отправить даже в тот же потавий на главу фракции медиаланий тут университет ему учиться нужно молодому перспективным он давай насколько ты будешь меньше приносить доход прилично так-то досмотреть четыре сотни обеспечивая от этого поселения посмотрим сколько ты здесь будешь приносить оставим его в столице мажора этого точники объявления фракции ничего строительства в ареции есть стены и как раз улучшение города подъезжает дворец стены ну пусть будут стены в потаве им гильдию хотя давайте академию тут тоже есть предводитель который хочет обучаться мне хочет стоять на месте новый карфаген тоже академию римскую кардубу там много еще нужно сносить носить перестраивать застраивать он даже того же торговца банально да например иначе восстание будут вспыхивать раньше чем планировалось бараки все есть и чума прекратилась замечательно это прям мне очень нравится подходим присоединяйся ну а тебе доверим я надеюсь ты справишься тут толком то тут и может оказать сопротивление четыре сотни потеряешь на ничего страшного город наш брит и просто в страхе разбежались один кораблик оставляем он паромщиком будет работать между англией и ирландии или на уэльсом территориально здесь правильнее будет если говорить про англию да это сносим сломать можем все сломать все что касается найма сейчас по факту нам нет острой необходимости возводить можем это ломать священную рощу тоже и свой храм возводить переобучить найми охрану которая останется на постоянке в этом регионе этих предлагаю всех оставить на постоянке давай торговцы готовь часу успокоиться все будет тихо спокойно мирно хотя можем наемников еще загнать для количеством итоге периодом все хорошо где мятежники где пираты они проплыли с похоже герман сам все но если что обратно будут скорее всего тоже проплывать рано или поздно они любят путешествовать строительство идет полным ходом здесь мы все что могли заменили на всякий случай еще раз проверяю смотрю карфаген разбил один разочек мятежников но второй раз вот не напал либо не дотянулся либо побоялся побоялся тоже вполне возможно мятежники тут это зло 0 а где медь где в этом регионе у нас а медь вот он рядышком подожди давай попробуем ну вот 350 уже поинтереснее потому что ты торгуя золотом ничего толком тоже не приносишь лучше переправить в африку этого торговца попробует пусть древесиной а вот он древесины хорошо торгует вот он молодец паромщик ушел отсюда и успеешь еще одну вышечку построить и возглавишь армию видишь под руководством варвара начал этот поход а теперь вырос получил свой собственный степь причем можем пехоту оставить пехоту можем оставить дальше здесь бегать только кавалерий так вот чтобы не наступать не получится да на пока что формально территорию карфагена хорошо ладно отправляем тебя вниз по-моему здесь еще одно должно быть поселение вот до границы и даже дорога есть уже очень часто это поселение даже под командованием искусственного интеллекта остается таким неразвитым маленьким никчемным повели незначительным кавалерия даже есть более-менее уже ударная такая серьезная благородный хозяин без промедления здесь где-то должен быть член семьи ты его не видел ваша честь без промедления господин вам по моему суда пошел может быть в горах и это затерялся честь над обычный стек нет который может прийти на помощь либо в горах но скорее все тут артиллерия есть так медленно передвигается из-за нее это союзники дипломатов рядышком не осталось дипломаты ничего страшного то что если доходят до рима это вообще не проблема потому что но рим они не уговорят на нас напасть общительный человек по-моему с этой картинкой другое описание было последователя ну ладно сейчас сообщительный человек лучники я думал их перебросить или нет наемники есть еще парочка наемников имеется лучников как раз отправим домой здесь по идее даже если еще один отряд кавалерии можно попробовать разбить врага без использования полководца попробовать можно выбираем ли мы это конечно не факт ладно давай полководец собирай своих бери кавалерию бери пару лучников убери наемников нанимая еще этих ребят бери парочку гастатов и вот такой вот веселой компании уже можем двигаться дальше спрячься пока в поселении и ты тоже спрячься хотя я могу а сейчас уже спокойненько отправлять никто не зацепит но этот стек будет стоять на границе перекрыть закрыть еще одни гоплиты но сойдет сойдет веса разыграть причем ну на этой уровне на этом уровне сложности но даже такой маленький стек с гоплитами сейчас в ремастере то действительно проблем да и кавалерия может ударом этим утром но орел трижды сделал круг над нашим лагерем а потом полетел сторону восходящего солнца это может означать только одно нас ждет славная победа он стоит греческая армия они отлично выглядят и будут достойными противниками их ведут напыщенные глупцы и отчаянные идиоты и им придется дорого заплатить за это уже много раз мне приходилось сталкиваться с этими людьми но они так тупы что никак не могут выучить этот урок сегодня им придется умереть чтобы понять что надо было просто убежать от нас я держал много великих побед во славу рима помните об этом и знайте что сейчас мы одержим еще одну вперед и знайте триумф неизбежен если мы будем жить сражаться и умирать как подавает настоящим римлянам рано или поздно грехи все равно будут уничтожены отошли назад лучников максимально наверное стоит растянуть чтобы они как можно дальше стреляли но полководец вместе со всей кавалерии 1 его оставлять опасно тут уже не бомжики а ну да холм сейчас мы уйдем тогда сначала в бок мы пойдем сначала вправо раз-два-три а потом еще направо раз два-три потом пойдем лишь прямо кстати крути не с чего это вдруг не так-то но конечно я не против он сейчас это кручение очень удачно но как ты развернулся да не shift пробил но мало ли вдруг меня просто в ремастере я говорил уже не раз да что контр-альт и кручение не работает по какой-то причине даже сами разработчики говорили что может быть дело в драйверах на клавиатуру на мою слышь лысый капитан какой-то у греков интересно так вот кручение не могу делать хотя такая функция должна быть доступна в ремастере перетаскивать через альт могу через контр-альт крутить не сейчас они каким-то образом крутанули сами тебе капитан я телефон не скажу попытаться лучниками сейчас сагрить кавалерию давайте в принципе сбить натиск можем попробовать одним отрядом выставить его таким вот образом если вражеская кавалерия попытается сделать натиск в лоб то мы и сразу полбу пока молчат помогать перехват здесь не сработал естественно потому что нам еще гоплитов сдерживать необходимо так кавалерия главное щас на копья не напороться вам отставить отставить сейчас они опустят пики будет неприятно вперед отрабатываем один отряд мы без проблем должны до бодать главные лучники не подставьтесь а наемники для этого у нас они есть так 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 не стрелять не стрелять бум 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 по своих убиваете великолепно тут без особых сюрпризов здесь у нас пока что одержана очередная победа в греции тут главное просто сдерживать как только мы уйдем мне кажется войну объявит даже те же германцы могут ну-ка давай тебя отправим сюда этот стек пусть останется в режиме сдерживания а ты попробуй преемника фракции убить что-то из этого должно получиться там в любом случае наемников подтянем мы можем и этих наемников еще выдвинуть укрепить позиции ладно ненадежно эти наемники мягко говоря если не сказать что они отвратительные и дело не в том что они галлы а мы юли которые должны ненавидеть галлов ведь их еще и дед ненавидел да нет дело в том что они просто могут побежать строительство а здесь у нас не скоро еще произойдет рост поселения к сожалению кстати говоря но лидер может будет как раз стимулировать приказ способствовать развитию бизнеса в малом регионе а ну-ка хотя в 1 стать ты уже на том берегу не сильно нужен ну и здесь торопиться не будем в итоге на медицей сейчас живут даже серьезней и лучше чем карфаген хотя воюет с нами это дело времени еще немножко и мы их уничтожим не посмотрел сколько сейчас зарабатывает торговец который по фарту вытеснил мятежника но к ним еще вернемся а он судя по всему и такой слабенький он даже не попытался нас банкротить он либо равен по силе либо нулевой не он четверка в принципе четверка двойку согласен еще шанс достаточно большой обанкротится самому мой повелитель об 16 монет отвратительная торговля может здесь у тебя хотя останься пока останься останься стать этом торгуем может что-то еще из тебя получится может из тебя еще что-то и получится понты парфия воюют начали делить но в цепи он греческие дома а вот парфия подписала знамедийца союз интересном хирург это здесь у нас работает академия сейчас хорошо академия нам нужно можно разрушить кстати говорят да эту постройку конюшню ну ладно давайте пока что не будем ломать перестраивать я предлагаю улучшить казарму чтобы убить двух зайцев уменьшить влияние а потом уже займемся дорогами и новыми храмами давай казармы алисия но рынок нужен давай рынка казармы тоже казармы и развернулся в итоге карфаген здесь даже не попытался добить обидно мы для тебя их готовили вну мации стены тоже предлагаю рынок хотят казарму можем снести или даже сейчас священную рощу давайте уже пора пришло время сносить рощу пальму мы уже точно не блокируем где там у нас в экономических строительством пальму точно не блокируем поэтому пусть проверяют бухгалтерские документы трясут если они такие наглые решатся провоцировать гражданскую войну что ж еще даже до реформы это будет прямо очень интересно в ландине но оружейника можно переобучить можно пока что продолжать нанимать конечно в этом регионе почему бы и нет переобучать наверное смысла нет дочь а вот ну взять принципов побольше пару ходов потом еще переобучим этих принципов в любом случае когда произойдет реформа гая у нас больше будет качественной пехоты легионеров в принципе превратятся полноценных легионеров а гостат по моему в раннюю когорту сообщение о строительстве ланди ней вот здесь храм уже можно сносить с другой стороны еще академия пока что давайте возведем раз мы оставили этих предводителей охранять испанию наводить порядок с этим и занимаются так пусть нанимает какого-нибудь бомжа местного а хотя еще бомжиков местных даже и не можем нанимать раз ну крестьян из-за барака если что перебросим давай выбрать и нанимай мы перебросим их своих уже трогать не будут своих уже бить не должны армия уйдет у нас таким образом получится что две армии окажутся на границе с германцами мы прям во все оружие на той границе о торговец ты сто тридцать семь пока что зарабатываешь не так много хотя куда эти переключи золото но ты больше не сможешь там зарабатывать этот предел считать в этом регионе по идее у нас должны быть уже другим наемники фракийцы поэтому я иду небольшим стеком в надежде на подкрепление этот стек же просто намечают угрозу если что готов разбивать и убивать дим лучников мы сможем отсюда перебросить но они пока не нужны я не ставлю больше одного отряда в очередь если вспомню построй если не вспомню там не так уж и срочно час армии полностью комплектовывать уфуфуф а тут стек то такой них ухры мухры и мы не справимся если что уже но ты отступишь ты сможешь сбежать этот стек вышки благо у нас есть вышки наши глаза повсюду где там это поселение и значит тогда данный стек все-таки мы отправим на восток вашего приказа можем даже в га статиков возможно каждый отряд будет на счету сейчас а ты разбирайся разбирайся с мятежниками ну не стал к сожалению карфагинянин их разбивать а ты смог коем веке молодец сейчас тебя хвалю я мы знаем о бандите в этом регионе но с ним разбираться далековато идти оставим пока давайте так пусть грабит ничего страшного немного он там и наградит по идее так убийцам поближе греком бруты вы будете шевелиться у вас вон полководец тут лидер фракции легендарный такой прям все гордятся глядя на него а по факту он ничего не может сделать по факту он ничего не значит так одно имя это пустой звук а даки устояли либо германцы там опять же как-то странно очень осаждали снимали осаду снова осаждали и куда они убрали полный стэк потому что даки мы видели отступали даки вообще куда-то в другую сторону шли и не особо интересовались стэком германцев которых казалось бы в первую очередь должны уничтожить сегестом вот наконец-таки город начинает расти самая богатая фракция понт неожиданно учитывая что мы в плюсе по-прежнему и деньги не транжирим налево и направо понт у нас переплюнул может боевые действия так активно сейчас ведет а города богатые разграбил немножечко вот и поднялся с колен стены мы можем сейчас как раз улучшить культурное влияние варваров уменьшить лидера какого-то в этом поселении в любом случае нет академия не нужно давай стены да окей здесь продолжим храм причем я предлагаю ну это можно улучшить стрельбище до смысл его сносить сейчас в ближайшее время прямо на следующем ходу если что и улучшить пусть останется кордуба со своим храмом можем улучшить порт и рынок но рынок то наш давай ладно гильдию корабела потом займемся а можем стены стены в принципе быстренько сейчас возведутся уменьшим влиянием потом порт потом будем сносить если что священный круг попробуем так провернуть бурака бурака дороги не наши давай храм с дорогами потом разберемся мятеж подавлен можем спокойненько восполнять потери 117 но вот так вот сделаем покоцанные отряды сразу отправляем в ландине где они и останутся на постоянно так этих тоже сейчас сразу раскидаем и стражу готовим увести если сразу бунт однозначно оставить гастатов тут очень многих придется оставить в идеале одного члена семьи нужно оставить в британии чтобы он контролировал и наверное этим членом семьи станет данный варвар он вышки поставит потом переберется суда здесь вышки и возведет и сядет может быть в том же ландине наводить порядок не работает так смотрите вообще не хочет тут целая армия остается я думал что она данная армия отправится уже обратно они не позволят и на самом деле даже без члена семьи тут судя по всему порядок не навести ради интереса четверых оставляем да пока что ты нам нужен армию мы отправим сюда пусть потихонечку двигается но ты нам нужен еще один храм придется возвести может быть придется возвести канализации чтобы успокоить местное население но мы вас не уничтожали мы вообще тут ни при чем можем паром чека перебросить он здесь не нужен сделать допустим этот кораблик именно паром щекам а вы уже занимаетесь пиратами а нулевой но рядышком никого и новых торговцев нет и лампа не горит видели хотя есть тут торговец один немедленно 13 отставить 21 тоже отставить вы все отправляетесь на материку захватили замечательно значит нам пора уже идти в наступление наемники есть наемников нет ты на самом деле дотянешься но сам осаждаем остальные подключаются на следующий ход подойдет подкрепление и уже штурмовать город сможем лично но тут лидер фракции тут еще военачальник сидит мы мой повелитель так-то их семейку уменьшим да ладно ты уже доплыли не жалуйся карфаген мимо проходит смотрите какой дядяще самых честных правил в любом случае карфаген мы сможем уничтожить если захотим тут пальму с цепи он я смотрю так не трогает он ей не интересуется даже отлично наемники есть как и планировалось здесь даже и лирийский на арчу подожди вы по характеристикам отличаетесь до ближний бой лирийцев чуть лучше защита хуже натиск отличается и тут они снег любят здесь в лесу берем всех заверните пожалуйста всех нападаем посмотрим что получится сейчас этот стек пока ничего не делает но мы его сможем перехватить без проблем я думаю сейчас еще сдадим путь но и если начнется бой уже завершим серию просто его подожди а чё на просто его это поселение вот сейчас не согласен то что дипломат простаивает но бывает ваша честь у нас вообще он дофига философов грек лидер фракции а чё ты на этих берегах то тут забыла каким образом ты так обходишь ему заняться судя по всему нечем или он уходит от сражения с нами флотилия это ерунда вот простаивающий торговец тоже это плохо дедри нет древесину никак не добраться до древесины а здесь у нас ресурсов пока не видно ладно иди в александрию иди в александрию там разберемся 95 это наш кандидат и я отменил сдачу хода ради вот этого дипломата который вот поселенец и небольшое очень очень небольшое поселение на самом деле первый левел всего лишь все что могло быть построено уже возведено а поселением подожди у нас здесь есть список удобный допустим по строительству проверять пусть отлично активизировались цепионы с сенатом удобно воевать зачастую выманешь их армию если из города сам город быстренько взять с артиллерией стек исчезает там часть остается как мятежник но это все мелочи все это легко поправимым а врагу меньше так объявление фракции сообщение о строительстве сразу им займемся и будем завершать я не строю еще арены хотя вот в крупных городах например как в потове арену можно возвести благодаря тому что как раз на четвертом уровне здесь мы сможем нанимать гладиатор ну давай другой стороны смысл да вот этих галимых понтов сейчас эту игру устраивает тигрище еще экономику нужно качать и качать много экономики не бывает давай рынок в таре все что можно уже возвели в деве я планировал дороге наверное все таки сейчас лучше вообще пока здесь правитель мы можем поставить очередь из всего потратить деньги но это дешевле чем потом допустим возводить пока он тут есть потому что я думаю на этом ходу уже можно его вот так вот спокойненько до уводить и даже войска такие большие не нужны ой как замечательно тут уже он стать полный останьтесь останьтесь будете наводить порядок частично мы можем перебросить парочку охранять тару чтобы не уменьшать население из их числа не нанимать никого одного правда потопил нашего возвращайся готовься к переобучению на сами будем давайте уже разбираться в следующей серии вот как то так потихонечку сейчас более спокойной колеей идем разобраться бы с греками на дальше уже как пойдет до следующей серии с вами был вера всем добра